Глава Красноярска Эдхам Акбулатов расформировал управление наружной рекламой. Его руководитель Сергей Титаренко уволен по собственному желанию. Теперь функции управления передадут другому подразделению администрации. Отставка Титаренко хоть и неожиданна, но вполне закономерна, считают эксперты. Городские депутаты не раз обвиняли его в лоббировании интересов крупных рекламных компаний. Подробности у Натальи Истоминой. Красноярские предприниматели и депутаты сегодня обсуждают новое увольнение в городской администрации. Подал в отставку глава управления наружной рекламой Сергей Титаренко. Также было принято решение упразднить все ведомство. В дальнейшем заниматься рекламной отраслью, курировать ее будет либо департамент градостроительства, либо управление архитектурой. Что стало причиной увольнения по собственному желанию, остается неизвестным. Сам Сергей Титаренко отказался это комментировать. Однако специалисты говорят, нет ничего мудреного. Почти за пять лет существования управления его решения не раз вызывали споры. Претензии предъявлялись не только со стороны рекламного сообщества, но и от депутатов городского совета. Сергея Титаренко часто упрекали в лоббировании интересов крупных московских компаний, поскольку раньше он работал в одной из них. Депутаты говорили, сколько не указывали на это, заставляли не укрупнять лоты, когда продаются участки под аренду для рекламщиков. Для нас все предельно понятно. Чем меньше лот, тем больше шансов, что малый бизнес, именно красноярские участники рынка рекламы будут участвовать, получать эту рекламу. А с точки зрения его конкретно, ему проще объединить, укрупнить, продать москвичам. В принципе, никто вроде ничего не теряет, столько же будет поступлений. Но это политически безграмотно. Красноярские рекламисты сетовали, что им не хватало конструктивного взаимодействия с управлением. Председатель профильной ассоциации Лев Закаурцев говорит, многие решения принимались без учета мнения предпринимательского сообщества. На грядущие изменения он возлагает надежды. Бюджет города пополняется, активно пополняется. Вопрос в том, насколько просчитаны последствия. Здесь мы говорим, что они абсолютно не просчитаны, эти последствия. Чем это обернется для рекламного рынка, чем это обернется для малого и среднего бизнеса в городе Красноярске. Поэтому здесь очень большое количество вопросов, на которые, к сожалению, ответов пока нет. Городские депутаты не раз высказывались на содержание управления наружной рекламой. Уходит много средств непропорциональной эффективности работы. Сейчас в мэрии констатируют, изменились подходы к городостроительной политике. Прежние подразделения не соответствуют новым требованиям и задачам. Количество рекламных сооружений должно быть избыточным на территории города. Реклама должна быть современной, удобной и не диссонировать с окружающей архитектурной средой. В этой связи я считаю, что деятельность администрации города в отношении рекламы должна быть пересмотрена. Я вообще считаю, что нет необходимости в существовании отдельного управления. Поэтому в ближайшее время будет принято решение о реорганизации. Займется комплексным формированием городской среды новый главный архитектор. Отмечу, впервые за историю Красноярска руководители управления будут выбирать по конкурсу. Он состоится 2 апреля. Добавлю, все новое, это хорошо забытое старое. Еще пять лет назад определяли рекламный облик Красноярска специалисты по градостроительству и архитектуре. Только тогда счетов и баннеров было не так много, как сейчас. Теперь, чтобы облагородить город, им придется приложить немало усилий. Я же предлагаю обследить эту тему на нашем сайте afontovo.ru. Но если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой телефон 29 29 115. Наталья Истомина, Игорь Лобакин. Афонтово новости.